За месяц до наводнения в городе Орск сын мэра Василия Казупицы Николай сбежал в Дубай. Там он приобрел в элитном комплексе квартиру площадью более 90 квадратных метров с бассейном и тренажерным залом. Сам же мэр, который за день до прорыва дамбы сообщал, что все под контролем и нет поводов для паники. Говорит, что его сыну тоже нелегко в Дубае. Там жарко. А ведь правда, обычные россияне, которые находятся в городе Орск, могут прыгнуть в водичку и освежиться. А сейчас с семьей уехал на работу, куда его пригласили, в Саудовскую арабию. Там, кстати, тоже не мед, там очень жарко и очень сложный климат. Не бережешь ты себя, отдохнуть тебе надо. Некогда мне отдыхать, покуда в стране беспредел этот творится. Он сейчас там работает. Я горжусь тем, что мои дети всего добиваются сами. И я этого, кстати, ни от кого не скрывал. Золотые слова, Юрий Венедиктович. И человек ты золотой. А моя жена всегда со мной и вместе со мной переживает эти трудные времена. Продолжаются страшные события в Оренбургской области, связанные с потопом. Местные власти по-прежнему не справляются с его ликвидацией, по-прежнему нет достойных выплат. Сегодня же фонд борьбы с коррупцией выкатил большое расследование про мэра города Орск, город, который пострадал больше всех. Город, который затопило из-за халатности власти. Как оказалось, местный мэр действительно провел эвакуацию. Но эвакуацию не всех, а именно своей семьи. И отправил их в солнечный Дубай, где они приобрели квартиру в роскошном жилом комплексе до 33 миллиона рублей. Мэр Казупица, член Единой России, бывший глава ФСБ по городу Орск, человек в городе популярный. Местные жители часто именуют его не иначе, как Вот такой народной любовью пользуются единоросс. О том, что же сегодня у него нашли, поговорим с одним из авторов этого расследования, Георгием Албуровым. Жора, здравствуй. Руслан, здравствуй. Во-первых, ты уже рассказал практически все, что есть в этом расследовании. Во-вторых, ты сам вместе со мной его записывал, но я все-таки расскажу какую-то свою часть. Ну, во-первых, конечно, мне кажется, сейчас очень важным поддерживать всех жителей Орска, всех жителей Оренбургской области, всех тех, кто страдает от наводнений, причем абсолютно от рукотворной катастрофы. Они все страдают из-за того, что просто кучу денег своровали на этой дамбе, кучу времени. Местные власти обманывали местных жителей, не организовали эвакуацию, и сейчас также их будут обманывать с выплатами. Вот я умею расследование делать, и, в общем, решил таким образом их поддержать, рассказать им, кто же на самом деле их мэр, который, в общем-то, уже много-много лет правит Орском. Человек действительно с богатой такой чекистской биографией. Он устроился в ФСБ еще там при Советском Союзе. В 87-м году десятилетиями работал в ФСБ, дослужился до главного Орского ФСБшника, потом заместителем мэра города был, потом в ЧОПе поработал у своего же сына. ЧОП принадлежал сын, он там директором работал. А потом вернулся снова на должность главы города. И вот про этого человека мои рассказывают. Этот человек действительно сейчас в каком-то смысле лицо этой катастрофы? Потому что он говорил местным жителям, что дамба супер, дамба классная, точно не развалится, все будет хорошо. Он говорил, что мы предлагали эвакуироваться, хотя никто эвакуироваться не предлагал. В общем, человек, на которого местные жители действительно очень-очень обозлились, и, самое главное, обозлились по делу. И вот мы дополняем эту картину тем, что мэр Орска имеет свою семью и своих потомков, живущих в Дубае. Там целая, на самом деле, ветка переехала. Его сын, жена сына, внуки. Внуки учатся в Дубае в какой-то британской системе образования. В Орске вряд ли они бы учились по британской системе образования, поэтому их отправили в Дубай. В общем-то, в теплые края, где у них все замечательно, никакие потопы им там не угрожают. Климат супер, тепло, солнечно, почти как в Орске, но вот только не совсем в Орске. Жор, скажи, пожалуйста, вот мы с тобой выпустили расследование про мэра Орска, про Казупицу, ну или как в регионе его называют еще различными другими словами. Скажи, пожалуйста, но он же только винтик. Это только на примере одного конкретного жилья мы показали, как они цинично к людям относятся. Я так подозреваю, что региональные власти тоже несут за это ответственность. То есть мы с тобой в расследовании потребовали отставки Паслера, но это довольно недооцененный персонаж. Что ты можешь про него сказать там? Даже не только в контексте коррупции, а в целом, как его описать, его роль и вину во всем происходящем, потому что все-таки он непосредственно начальник этого самого Казупицы. Безусловно, начальник Казупицы, или его по-разному называют местные жители, будем его все-таки называть Казупицей. Паслер Денис, он тоже, конечно, такой важный человек в регионе. Вообще-то губернатор и ответственный буквально напрямую за то, чтобы люди получали компенсации, те, кто пострадал из-за наводнения. Он отвечает за помощь людям, он вообще-то приехал, первое, что он сделал, приехал на место наводнения и сказал, значит, нельзя снимать, я собирался в отпуске, я пять лет не был в отпуске, а тут еще ваше наводнение дурацкое, поэтому давайте, значит, тут что надо, мои карманные СМИ снимут, а вы, пожалуйста, на телефон мне снимайте. Ну и такой тоже проходимец, путинский губернатор, для которого самое главное, как и для любого путинского губернатора, просто картинка. Ему важно, чтобы это наводнение не стало федеральным событием, важно, чтобы это было где-то далеко, там, на периферии информационного поля, и никого это особо не заботило, чтобы это, знаете, в новостях было где-то рядом, вот, не знаю, во Владивостоке панда родила семь маленьких пандят, и вот где-то вот там должна быть, с их точки зрения, новость про наводнение в Орске и в Оренбургской области. Поэтому, конечно, эти люди, на мой взгляд, должны все нести ответственность, они все должны уйти со своих постов. Просто многолетняя путинская вот эта вот система отрицательного отбора, когда худшие люди, какие-то казупицы, паслеры занимают свои посты, при этом абсолютно не будучи профессионалами в своем деле, не будучи, самое главное, людьми, которые чувствуют ответственность перед теми, над кем они типа вылавствуют, да, но на самом деле, конечно, такие же слуги народа должны быть, но тем не менее, как ты сам прекрасно понимаешь, на людей им с большой колокольной наплевать, им главное, чтобы, да, Путин не заметил каких-нибудь их косяков, а если заметил, то чтобы не воспринял это слишком серьезно, как угрозу своей репутации. Поэтому для них важна картинка, какая-то отчетность, а что там местные жители скажут, им по большому счету наплевать. Восстановятся дома у местных жителей, не восстановятся, главное, чтобы скандала никакого не было. Поэтому, конечно, привлекать внимание к ситуации в Орске, в Оренбургской области, рассказывать о коррупции местной, рассказывать местным жителям о том, как на самом деле выглядит эта ситуация, мне кажется, очень важно. Ну, действительно, как пишут люди в комментариях под расследованием, грызуны растаскали дамбу и сбежали в Дубай в роскошную квартиру. Мне тогда тебе на последний вопрос... Жор, скажи, пожалуйста, какие должны быть на то же последствия, вот если мы были в правовом государстве, где власть подотчетная, где есть независимые суды и следственные органы для Казупицы, вот после того, как сегодня расследование мы опубликовали, что должно было бы быть в идеале? Ну, слушай, в идеале, конечно, никакого мэра Казупицы не должно было изначально существовать, потому что не было никаких свободных выборов, на которых его должны были бы избрать. Его просто назначили местные депутаты-единороссы, которые стали депутатами-единороссами из-за сфальсифицированных выборов. Этот человек не чувствует связи с людьми, не чувствует связи с избирателями, он не ответственен перед ним ни за что. Это, конечно, абсолютно ненормальная ситуация, и, мне кажется, прекрасная Россия будущего. Уж такого точно не должно быть. Любой какой-нибудь мэр-губернатор, он должен понимать, что вот его люди назначили, и люди же его могут снять с поста, не переизбрать. Есть независимые СМИ, которые будут рассказывать о каждом его косяке. Вот такие вещи, мне кажется, должны быть. И уж коли избрали этого козупицу, но вот если он имеет всё-таки отношение к тому, что было воровство на дамбе, а то, что мы сейчас видим, он как минимум имеет отношение к тому, что он врал про эту дамбу. Он, будучи мэром города, он не понимал, в каком состоянии, если он, конечно, искренне это говорил, искренне заблуждался. В любом случае, ты мэр города, ты должен понимать, вот у тебя дамба, есть важная вещь, да, от которой зависит жизнь тысяч, десятков, сотен тысяч людей. И ты врёшь людям о том, что всё отлично, дамба всё выдержит, она действительно должна быть вот так в воде стоять, её может затопить, но никаких, значит, повреждений из-за этого не будет. Вот что он рассказывал местным жителям. И мне кажется, мэр должен понимать, что вот от этой дамбы буквально его голова зависит. Если что-то случится, он слетит со своего поста. Поэтому он должен проводить экспертизы, он должен нанимать людей, которые бы следили за этой дамбой, он должен требовать от строителей, которые её построили, исполнение гарантии, которая, очевидно, была выписана на эту дамбу. Так что, конечно, вот если есть такая вещь, от которой зависит жизнь целого города, то мэру не должно быть в неё вот настолько пофигу. Так что, во-первых, мэру такого быть не должно, а во-вторых, если по какому-то недоразумению такой мэру возникнет, то он быстренько со своего поста светит. Родные мои, понимаю, как вам нелегко, но сейчас нужно ещё потерпеть. Субтитры сделал DimaTorzok